Раздел 1. Начало-начал. Как известно, изначально на Руси никогда не было воинского искусства в современном его понимании. На земле славянской издревле существовала особая система воспитания, на ее основе и выстраивалась техника воинская. Не менее интересен тот факт, что реставрированное древнейшее славянское знание, в первую очередь, имеет жреческую принадлежность. Говоря о славянской традиции, обратимся к уровням подготовки воина. Таких уровней в системе всегда было 5. Все начиналось с борьбы. С самого детства ребенка учили борьбе. Затем изучалось выведение человека из равновесия. Таким образом, выстраивался каркас будущей боевой системы. Смысл построения каркаса заключается в том, чтобы подготовить человека к любой ситуации, которая может возникнуть у него на пути. По сути, в боевой ситуации человек может оказаться только лишь в четырех положениях. Положение первое. Два воина сцепились. Каким именно способом они сцепились, это не важно. Важна сама ситуация, предполагающая особый ход действий. Положение второе. Изначально перед боем у воина на левой руке находится щит, а в правой – меч. Когда меч выбили, остается щит и пустая рука. Но и в этой ситуации воину предстоит продолжать сражаться. Потому на Руси существовал такой объем знаний, который позволял справляться с этой задачей. Такой вид боя называли бой в охотку, охотским боем или охотничьим боем. Он чаще всего не причиняет человеку глубоких ран и серьезных травм. Такой вид боя нацелен не на то, чтобы покалечить человека или убить его. Охотский бой позволяет привести человека в положение контроля, задержать его или предотвратить дальнейшее действие. Иными словами, не позволит совершать агрессивные нападения, атаки и прочее. Эта система боя изобилует ударами, выводящими оппонента из равновесия. В основном мы имеем дело с так называемой работой щитом и голой рукой. Положение 3. В данном случае мы сталкиваемся с ситуацией, когда в наличии присутствуют и щит, и меч. Такая система боя называется кулачный бой. Важно знать, что в кулачной системе не присутствуют удары ногами. Впрочем, это не означает, что кулачный бой исключает работу ног. Этот уровень подготовки подразумевает в том числе и работу ногами, которая позволяет, например, свалить противника, остановить его, лишить его оружия и многое другое. Система кулачного боя обладает огромными преимуществами по сравнению с любыми иными боевыми системами. В славянске кулачный бой жреческого направления неповторимы, ни на что не похожее искусство. Положение 4. Следующая ситуация напрямую связана с мастерством уровня дворянской сечи. На данном этапе мы имеем дело с мощнейшей системой ударов ногами и работой с особенным большим жреческим ножом, длиною с локоть его владельца. На древнем хорейском языке такой нож называли гельба. К слову, все оружие на Руси делилось на гельбу, длина один локоть, и меч, который мог быть и два, и три локтя длины. Сечь – это бой одного воина с превосходящими силами противника при наличии гельбы. Причем в руках может быть как одна, так и две гельбы. Есть и дарийская воинская сечь с двумя мечами, боевым топором или секирой. В руках может быть и одна гельба, может статься, что и ее выбили. Принципы дворянской сечи позволяют воину одолеть превосходящие силы противника, которые могут так атаковать совершенно любым способом. Так вы можете находиться в кругу противников напротив противников. Напротив противников, приближающихся беспорядочно, хаотично, или же по одному, строем или колонной. Если, к примеру, рубка происходит в узком проходе, когда побеждаешь первого, появляется второй, затем третий, потом следующий, и так до финального поединка. По этой причине можно сказать, что дворянская сечь – это компиляция всей ратной науки, всего, что изучалось воином на Руси с самых малых лет. Таким образом, при применении измерителей славянской прикладной науки и естественной иерархии творения Господня, можно сделать следующий вывод. Эти четыре положения – четыре разновидности ситуации, в которой может оказаться воин, а именно борьба, охотский бой, кулачный бой, дворянская сечь – образуют плоскость выполнения задач. Следующим, пятым уровнем решения задачи является бесконтактная работа. Бесконтакт – это работа с противником без прикосновения к нему. Важно понимать, что бесконтакт бывает разноплановым. Разновидности его можно рассмотреть при применении известного измерителя. В частности, как известно, в истории человечества на Земле имели место пять периодов деградации. Согласно диапазонам, показываемые измерители естественной иерархии творения, в первом периоде все воинское искусство было бесконтактным. Нам же, современным людям, по ряду причин кажется, что вся наука с борьбы начинается. На самом же деле, изначально оно начиналось без контакта. Воинское искусство с ходом времени превратилось в контактную силу деградации человечества. Но те, кто бесконтактом не владел, например, племена, все же предпринимали попытку к нападению – толпою, массой, в рассыпную. Так, духовенство было вынуждено защищаться от многочисленного противника. Никакого другого оружия, кроме жирического ножа, у них и не было. Таким образом, был сформирован такой пласт науки, который позволял справляться и с этими задачами. Вероятно, пытливый ум задастся вопросом, каким образом в таком случае исчез бесконтакт. Вполне логичен тот факт, что люди на Земле смертны. Они рождаются и умирают. Как известно, для того, чтобы что-либо изучить необходимо некоторое время, в данном аспекте искусство бесконтакта не исключение. Итак, чтобы пресечь линию преемственности и передачи знаний будущим поколениям, убивают, во-первых, бойцов, при том еще до того, как они чему-либо научатся. А во-вторых, тех, кто наукой воинской владеет и научить ей других может. Все на Земле, любое явление или событие имеет причину. Исчезновение бесконтакта также обязано ряду причин. Прикладная наука говорит, что человека можно начинать учить бесконтакт на работе, когда он пришел к определенному уровню осознанности в своей жизни, к необходимости духовности, к справедливости и правильной жизни. Только в этом случае ему можно помочь научиться бесконтакту. В ходе деградации человеческих способностей, по причине исчезновения методики воспитания, раскола веры на религии и многих других причин, человечество пришло к использованию резонаторов, что соответствует третьему периоду деградации. Затем появилось оружие в четвертом периоде деградации. А в нынешний век мы и вовсе применяем протезы человеческих способностей, что свидетельствует о пятом периоде деградации. Проблема 21 века заключается в том, что все преподаватели воинских искусств, которые учат вас справляться с протезами в упор, не предоставляют знаний более высокого уровня, позволяющих совсем по-другому справляться с задачами. С другой стороны, существует ярый контингент людей, пытающихся вместо тренировки своих способностей найти улучшенный протез, который бы не позволил вам продемонстрировать ваши навыки. Как видно, в кибернетическую эпоху современной цивилизации эти люди неплохо справляются. Но те, кто обладают знаниями и способностями, умениями и технологиями, те, кто по праву называют себя профессионалами, с задачей протеза справляться умеют бесчисленным количеством способов. Как это возможно с точки зрения нейрофизиологии, это нам и предстоит выяснить в рамках данного курса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok